В Махачкале 9.57. В студии Светлана Саид-Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Состояние и перспективы развития туризма в Дагестане обсудили на оперативном совещании под руководством Владимира Васильева. Предваряя обсуждение, руководитель республики подчеркнул, что развитие туризма, модернизация нашего курортного фонда, оздоровление населения – это задачи, требующие длительного времени и системного подхода. Владимир Васильев также напомнил, что есть важные направления деятельности, национальные интересы России в целом и Дагестана, по которым нужно смотреть в перспективу. Туризм не для туристов, туризм для дагестанцев. Вот это очень важный момент, чтобы дагестанцы почувствовали возможности и вот эту самую индустрию мирового гостеприимства, контакты, ресурсы и могли сами в то же время показывать то лучшее, что у нас есть. По поручению главы Дагестана в республике разработан проект местного Золотого кольца. Как сообщил в ходе еженедельного совещания руководитель Минтуризма региона Расул Ибрагимов, в настоящее время уже приступили к разработке кольцевого туристского маршрута по знаковым туристским достопримечательностям под рабочим названием «Легенда Дагестана», по аналогии с турмаршрутом по Золотому кольцу. Сегодня федеральный проект «Трезвая Россия» и региональное отделение партии «Единая Россия» проводят общественные слушания на тему о круглосуточной продаже алкогольной продукции в псевдо-кафе в жилых домах. В мероприятии примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти республики, общественные организации, эксперты. Сегодня в Махачкале на площадке исторического парка «Россия. Моя история» ярмарка вакансии «Вернисаж профессии». В ней примут участие представители крупнейших компаний работодателей Дагестана, тренинг-менеджеры, руководства и студенты высших учебных заведений республики, учащиеся общеобразовательных организаций. Ежегодная всероссийская акция «Рособранадзора. 100 баллов для победы» прошла в гимназии-интернате музыкально-хореографического образования в Каспийске. Акция призвана настроить выпускников на успешную сдачу ЕГЭ. Со школьниками встретились стобальники и высокобальники прошлого года, которые уже являются студентами различных вузов. Они провели мастер-классы, поделились секретами успеха и ответили на вопросы школьников. Новости культуры. Открытие гастролей дагестанских выпускников Театрального института имени Щукина состоялось в Махачкале. Зрителям будут представлены постановки, среди которых «Миллионерша» по одноименному произведению Бернарда Шоу, «Скамейка» Александра Гельмана в ожидании ГОДО, Сэмуэля Беккета и другие. Погода. В Махачкале 14-16 тепла.